Девушки отдыхают Движение — это жизнь, а игровая реальность — это уж точно пример постоянного передвижения. Движение в играх может быть стремительным, как в игре Caveman Run, или наоборот скрытным в духе стелса Splinter Cell Spider-Bot, или это вообще будет плавное притекание жидкости, как в игре Paddle. Новый раннер Caveman Run представляет собой классическую аркаду в духе первых игр про Соника. Завязка игры проста, как и у большинства собратьев по жанру. Некий пещерный мальчуган решил разнообразить свой повседневный рацион и нагло стащил яйцо динозавра себе на обед. Ну что тут скажешь, не было тогда супермаркетов и люди выживали как могли. Попутно собирая фишки, наш герой будет уворачиваться от всевозможных препятствий и врагов. Со временем накопленные баллы можно будет потратить на разнообразные бонусы, облегчающие геймплей. Хотя и во время забега их тоже можно будет подобрать. Управление в Caveman Run представлено всего двумя кнопками. Прыжок и стремительный рывок, которым можно по прямой преодолевать пропасти и сбивать врагов со своего пути. Помимо уже традиционных жанров, нас также радуют новыми идеями инди-направления. К примеру, еще один сегодняшний гость – головоломка, построенная на физике – Падл. Здесь нам предстоит управлять не каким-нибудь абстрактным героем, а просто жидкостью, вроде воды или нефти. Итак, задача. Учитывая силу тяжести, трения и характеристики текучести того или иного вещества, провести его с наименьшими потерями объема из точки А в точку Б. Страшно? В отличие от недавней из Prankyll Islands, Падл имеет в своем распоряжении абсолютно новый физический движок, разработанный специально для процессора Tegra 3. Сама же игра радует не только отличным отображением физических процессов, но и увлекательными миссиями. Так, например, тебе предстоит в одном из заданий провести замерзшую воду по проводам, или же управлять глицерином в научной лаборатории. Хотя, наверное, самыми оригинальными будут приключения жидкостей в технических чертежах и даже внутри человеческого тела. И напоследок, представляет твоему вниманию проект Splinter Cell Spider-Bot. В преддверии выхода очередной части похождения Сэма Фишера, компания Ubisoft решила немного расширить рамки оригинальной вселенной и выпустила игру об одном из гаджетов главного героя – роботе-пауке. В игре присутствует целых три независимых режима – Stealth Bot, Spider-Bot и Strike Bot. Рассмотрим их поподробнее. Цель основного режима под названием Stealth Bot – пробраться в секретную лабораторию для похищения некого кристалла. Прячась от охранных ботов и обходя системы сигнализации, тебе предстоит ликвидировать вражеского ученого и забрать заветный кристалл. Режим Spider-Bot представляет более аркадный геймплей, в котором необходимо собирать по уровню разнообразные кристаллы и по возможности избегать охранных ботов. Интересной особенностью этого режима является то, что заработанные в нем очки могут быть перечислены в Splinter Cell Blacklist. Я говорю может, потому что может ее кто-то купит, а не скачает. Хотя я сомневаюсь. Ну и наконец третий режим – Strike Bot. Представляет собой просто стрельбу по врагам и прочие варианты их ликвидации. Такие вот три игрулинги представлены на твой выбор. И на этом у меня все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!